Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и грешно. У меня сегодня желание побеседовать об одной теме. Что такое мятеж? Недавно прослушал выступление Владимира Вольфовича Жириновского. Он об этом говорит, что от революции она всегда несет кровь, разорение. Никогда от ней пользы не было. К чему это сейчас бунтует? Ну какая-то все-таки обстановка спокойная там. Он ничего не отрицает, но именно о мятеже говорит. Ну это побудило меня тоже поразмыслить на эту тему. Он-то говорит вообще о мятеже. Говорит, это революция, ну это восстание, ну это одно и то же слово-то. Ну а как это во свете Библии выглядит? Вот я решил немного показать это. И на конкретном примере на сегодняшний день. Вот слово мятеж. Значение его какое? Вооруженное выступление, возникшее стихийно или в результате заговора против государственной власти. В Ташкенте и других городах вспыхивали мятежи. Бунтовала учащаяся молодежь. Восставали солдаты, террористы. Убивали правительственных чиновников. Жизнеописание с хи архиепископа Антония. Журав московской патриархии. Ну и дальше. После подавления мятежа предстояло самое неприятное сообщить об этом государю Эдвард Транзинский. Разное. Что такое мятеж в других словарях? Беспорядки, бунт, возмущение, восстание, волнение, повстание, смятение, смута, заговор, крамола, комплот, революция. Смотри, возмущение. Слова русских синонимов. Выражение Абрамова. Дальше. То же самое. Кронштадтский мятеж в 21-м году. Фашистский мятеж генерала Франка в Испании. Петра. Пушкин пишет. Начало славных дел Петра. Мрачили мятежи и казни. Дальше. СССР. Ленинград в 28-м году. Средняя Азия. Ну и тут все перечисляется. Можно просчитать. Я маленько буду задерживать. Чтобы можно было просчитать. Кто писал это. Как понимают. Что для нас Бог скажет. Вот. Как это выглядит в Святой Библии. Просто смотрите. Все считать это время и скучно покажется. Зачем? Вот сейчас тоже мутят это все. Выходят на площадь там. Ну и государство-то не одобряет это дело. А когда результат есть, уже взяли. Теперь статью-то любую можно наклеить. Но главное-то что? Ты же выходил на площадь. Ты бунтовал плакат и держал. Такой-то проще. Такой-то туда-то. Я могу говорить об этом. Думаю, что имею право говорить. Потому что кое-что в жизни испытал. У меня и руки плохо действуют. Выкрученные. Кое-что пришлось побыть. Посмотреть. По тюрьмам. Говорится. По лагерям поездить. Повозили меня. На этапах побыть. Но я за Бога. И я видел там, как люди себя ведут. Архипелаг ГУЛАГ я начитывал. Меня за это судили. Много про репрессии говорила. У меня материалы вышли. Житие святых. Потом житие 20 века. Называется трагедия русской церкви. Отдельно. То есть как брали, казнили, били, пытали. Ну и кое-что видел. И вот сейчас меня заинтересовал один человек. Когда его арестовали не так давно. Ну несколько лет назад. Я стал молиться о нем. Я вижу ему тяжело. Тяжело, чтобы он познал Бога. А он касается церкви. Что это патриотизм. Это связано с православием. А я православный. Меня это затронуло. Я решил узнать. А что у него там православного есть? И вот. Ну все, что можно. Вот сижу я сейчас. Который уже раз смотрю. Ну, жена у него Надежда. И у меня Надежда. У него там какие болячки. И у меня те же болячки. У него руки там, бронхи. Я считаю, как будто бы моя медицинская карта попала. На него переписали. Он на 9 лет моложе меня этот человек. С 48-го, а я с 39-го. Вот. У него все отлично. Он заканчивает Суворовская с золотой медалью. Заканчивает одну в Академии, вторую. Все с отличием. Красные дипломы у него. Ну, видно, умница. 9 лет только в Афганистане провел. ГРУ. Вот, а надо думать. Ну и он там тоже ведь не конфетки раздавал. Я вижу сразу, взявший меч от меча погибнет. И теперь я даже буду показывать фотографии его лица, когда я же не сам рисую в интернете. Какой он был. И теперь Википедия о нем говорит об этом что. И теперь, когда его там уже арестованного показывают. Ну, любой сделать может вывод, когда лучше и где ему лучше быть. Не подумайте, что я что-то там проповедую. Просто я рассматриваю. Мне власть-то это, ну, не мать родная. Ну, вот этого человека вы слышали. Квачков Владимир Васильевич. Главное, Владимир Васильевич. А мне самую большую пользу сделал, когда в лагере был. Тоже. Словак Владимир Васильевич. У нас настолько много общего в описании. Ну, и не в жизни. Потому что он военный был, то другое. Дальше. Разведательное диверсионное формирование ГРУ. В 2005 году был арестован по обвинению в покушении на главу РАО АЭС России Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения 5 июня 2008 года оправдан судом присяжных. 22 декабря 2010 года Верховный суд России оставил в силе оправдательный приговор. Квачков назвал преследования со стороны властей репрессиями. Что его преследуют-то. Интересно. 22-го его освободили, а 23-го через день был вновь арестован. На этот раз по обвинению в организации вооруженного мятежа. Я выделяю это. Это моя уже тут идет алфавитная история. В России терроризме. 8 февраля 2013 года Мосгорсуд признал Квачкова виновным в предъявленных ему обвинениях и приговорил его к 13-ти годам колонии строгого режима. Сейчас за убийство столько не дают. И он все-таки в орденах весь сидит. Такой человек. И ни одного убитого за ним нет. Ничего нигде нет. У меня это тоже. Ну. Насторожило. Как так? Настоящий герой. Ну. А если он не герой, а кто-то да герой. Тем более лозунги у него были. Да русских людей это патриот настоящий. Я говорю только по его что описанию дается где. Его там воззвание. Организована была им какая-то организация. Там ее после признали экстремисткой. А он как организатор. Теперь топор опускается на него. Я рассматриваю во свете Библии. Ну вот Верховный суд РФ снизу срок с 13 до 8 лет. Лет. Не дней. Помощник Квачкова, предполагаемый, экс-капитан МВД Александр Киселев, которому вменили в вину незаконный оборот оружия и боеприпасов, осужден на 11 лет лишения свободы. Ну нашли гранаты у него, там патроны еще, как пишут здесь. Срок обоим осужденным будет отсчитываться с декабря 2010 года, когда они были помещены под арест. Ну и дальше тут говорится, как он был, так. Сам Чубайс. Вот что интересно. Он против него воевал? Впереди можно сказать так. Коллегия присяжных посчитала, что подсудимые не причастны к преступлениям. Почему же они взяли это во внимание? Для меня это непонятно. Присяжные, это не один человек сидел там. Ну я не знаю, кто присяжные были. Сам Чубайс просил не сажать Квачкова из-за пасения новой крови, в случае его заключения на длительное время. Какой бы он ни был Чубайс, но это любой согласится, ну это пиарит, любит говорить себя, но это чисто христианский поступок. Мне он тоже не брат родной. Все эти цены на электричество, последние жилы вытягиваем. Он еврей, этот русский против евреев. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю его поступок. Просил не сажать Квачкова. Ну вот, смотрите. Это я выделил, даже чтобы это было лучше понятно, я выделю намного крупнее и сделаю красным. То есть прекрасно. Сам Чубайс, Анатолий, да он только так для виду знал, что никто его не послушает. Мы вообще не знаем нигде. Бывает так только крик, но я не знаю, какой результат крика. А кто-то и услышал, и выскочил, и спас человека. А он тонул. Так, позже Верховный суд, ну и дальше говорится. Он ехал в бронированном БМВ, в котором Чубайс ехал на работу, был подорван, и затем обстрелян на дороге. В Одинцовском районе Московской области. Ну явно дело, покушались на жизнь. Признали невиновным, держали долго. Я никого не знаю, ни того, ни другого. Ну кто-то же, ну ехал-то Чубайс, а подорван-то кем-то был. И затем обстрелян, а он везде выступал против, говорил. Я посмотрел, он обвинял патриарха. Спрашивает, что такое патриарха? Да пидорас там-то на патриарха. Не знаю, какие у него основания были. Написано, не злословь, начальствующая в народе. Если он считает себя христианином, и на патриарха так говорить, какие-то основания есть у него? Нигде не написано. Ну я, конечно, не поверил в это, но серьезно. Ну и поднял на главу государства. Я в прошлый раз говорил. На главу государства Владимира Владимировича Путина были люди, которые поднимали голову. Я опять не утверждаю, я просто говорю. Вы вспомните, кто поднимал? Больше всех из олигархов, из этих грабителей. Один Борис Березовский. Борис Абрамович, где он? Ну и все. Так это не он один. Ты подсчитай таких, сколько людей выходило, которые против. Ну возьмите Петров Константин, генерал. Внезапно умирает. Левашов поднялся на него. Николай. Внезапно умирает. Его сильно клеймило. Ну, вы знаете, она много раз отбывала, сидела. И потом внезапно ее взяли. Взяли в больницу какой-то там маленький нарывщик на пальце. Известная женщина. Много раз сидела в тюрьмах. Вы знаете ее? И что? Непонятная причина, она вдруг умирает. Этот поднялся к Вальшкову. Ничего и нет. Там нашли у него вроде бы арбалет, этот кардебалет. Ну смеяться даже. Но из него тоже можно было убить. И вот такая история. Я не говорю, кто из них лучше, кто хуже. Ну, с кем он хотел воевать. Но у тех власть есть. А если бы ты к власти пришел, Владимир Васильевич? Ну явное дело, как протопов по вакууму. Алексей Михайлович говорит, дай мне власть. Вот. Я их всех перепластаю. Пришел бы к власти, допустим, другой кто-то. Не те, которые пришли. Один из них бежал за рубеж, да голову проломили ледорубом. Тоже знаете его. Лишний раз называть не буду. Вы сами пока догадаетесь, о ком речь идет. А он бы пришел, лучше была власть или нет. Да еще похлеще завернули бы. Так, как менять надо? Да не менять надо, менять самого себя надо. То, что он сейчас воюет, это не сталинский режим-то. Я тоже при Сталине не страдал. Но советская была, власть крепко закручивали. Органы-то другие были. Дальше. Он называл его, открыто, щупайся, национальным изменником и предателем. Назвав при этом себя христианским националистом. Вот это... Не знаю. Слово христианское, если он сказал, это дает мне право по Библии показать, может ли быть христианский национализм. Когда говорится во Христе, нет ни Иудея, ни Елена, ни варвара, никаких людей. Все во Христе. И христианский националист не может быть. Это обман. Но так как он полковник, я не понимаю, почему Квачков не генерал? При таких его знаниях, академиях, высших, штабных. Почему он не генерал-то, я тоже не пойму. Ранения, контузии у него были, все. Да полковником-то возьмите. Ни одного дня не учился Моторола. Арсений Павлов-то. Или Гиви, как он допрашивает людей, сейчас показывает. Тоже полковник. Ни дня не учился. Ну скажете, да какая-то другая республика. Какая бы ни была, там звания тоже соблюдаются. И также звездочки на погонах. Почему? Я не знаю, нигде не мог найти, просчитать. Почему он не генерал? Судя по его знаниям, он должен быть не меньше, как генерал-лейтенант. Вот так, мои рассуждения. И сторонникам русского православного государства. Русское православное, а куда татар девать? А куда Чечню девать? Дагестан? Ну и посередке, давайте в порядке пересчитывать все, которые не русские. Российские, это другой вопрос. Владимир Квачков начал новый бой. Теперь уже там. А какой бой? На сей раз против ОФСИН. Ну то есть, пенитенциарная система, заключение, что-то не так дали. И кто? Ну и попадал куда-то через надежду, с помощью супруги. Он начал процесс в замоскворецком суде столицы, свой бой с системой. То есть, он уже сидит. Но получается, что он еще не понял, зачем он там. Человеку-то 60 с лишним лет. Ну можно было уже передать кому-то другому. А какая система? Теперь уже за один градус тепла. Теперь уже за одну передачку, за кренделек. Теперь за аспиринщик, за какой-то болезнь. Он все перечисляет. Мордовских. Не то, что это военные там какие-то лагеря. Фашисты сравнивают с чем-то. Но это другое. И вот дальше я буду останавливаться. А вы считайте, о чем он сейчас говорит. Я только выделил некоторые места. Все обращения узников, компетентные инстанции, к правозащитным организациям, приводят лишь к новым издевательствам. И у него грамоты не хватило. И где он на кухне сидел, разговаривал, за что судили-то там. Подоставили человеку, он все ему высказал. Мятеж. Ко мне не раз посылали таких людей. Они входили в мой дом от КГБ. И потом каялись. Мы все докладывали, что у вас было. А я-то не знал. Я говорю, еще докладывал. Ну, Кочетков, Саша, приходил на занятия в университете. И заболел. И тогда мне позвонил. И так, я умираю. Я виноват. Я говорю, что ты говорил? Ну, что у вас, сестра ваша живет? Так она не одна у меня. Две моих родных сестры, Татьяна и Марфа. Дальше-то что? Ну, что у вас собирается? Библию изучаете? Да они без тебя, Саша, знают. Ну, не переживай, умирай спокойно. Вот открыл им тайну. Да они как бы до бабушки у меня все исследовали, когда меня брали. Я говорю, ничего нет, кроме того, что ты сказал. Ты ничего и правду не сказал. Не переживай. А иначе бы ты не казался, если ко мне на дом-то не заходил. Вот. Дальше. Что у него было? Давные хронические болезни, последствия старых ранений. Следовало направить на комиссию. Они направили. Острый бронхит. Моя болезнь. У меня бронхи. Меня в холодильнике держали 13 дней. Как лечат на зоне в нынешней демократической России? Демократической в кавычки взято. То есть не согласны. Знаете, это напоминает воспоминания узников, нацистских лагерей смерти. Я там не был и тут не был. Ну, не надо это делать. Я бы сейчас мог показать немножко кое-что. Так, я маленько отвлекусь. Сейчас покажу. Есть такой ресурс один. Он называется «Во свете Библии. Православный библейский сайт». Это мой сайт. И вот здесь есть такая книга для слова Божия нет. Посередки. Смотрите, я нажимаю. И теперь пошли... Внимание тут. Ну, тут что требуется. Содержание. Книга первая. Автобиография. Это моя книга из одних документов. Обо мне пишут священники там, которые знали. И дальше. Характеристики, письма, приложения. Первый арест. Вот написано. Первый арест. На него сейчас только нажать, и сразу выйдешь. Дальше. Показания допросов по делу. В 80-м году свидетели, заявления. То есть все, что обо мне писали. Абсолютно неправый суд. Последнее слово, которого не дали сказать. Приговор. Отбывал уже на ТАСе. Вот нажать только... Я бы нажал. Ну, не знаю, погодится это или не пригодится. Там я описываю, что если есть болячки, закуси. И забудь про них. Они в это место тебя будут бить. У него образование-то таких, как я, наверное, не один десяток надо. Как он это не понимает? Никто тебе не поможет. Но они знают, у тебя бронхи, они тебя теперь там будут давить. Помощи нет. А меня вырвали из рабочей зоны среди ночи, когда мы, наша вахта, ну, в это время смена была. И он меня утащил в свою отдельную железом обнесенную туберкулезнике. И там была Татьяна Прокопьевна. Не могу ее найти. И они все сделали. Мне двойную порцию масла, молока. Всячески помогали. Большую роль, конечно, сыграла моя жена Надежда Васильевна. Она заранее приехала. У лагеря выходили люди. Она не делала вид, что она их не знает. С ними шла. Потом раз к ним в подвес и дальше разговаривались. Надежда Васильевна незаменимая была. Что, как она могла сделать. Ну, как жены декабристов. Они ехали только. А это кран попросила стрелу поднять на нее, чтобы увидеть. Автокран, представьте себе, между тросов. Я ужас пришел. И она тоже ходила, что где несправедливо изъяли у меня, что вернуть. Не по делу. Магетафоны не запятаны этими переписями божественными было. Потом, когда я вернулся, в суд мне признали, что они несправедливо со мной поступили. Я реабилитирован. И мне возвращали многое. Дома, где я нахожусь, это за то, что я выиграл. Общий иск у меня был 11 миллиардов рублей. Это, конечно, была самая крупная мировая фанатека. И он дальше о чем говорит. Вот смотрите здесь. Кто пожелает, зайдите и посмотрите. О чем сказать. Я сейчас считаю. Победитель получает все, допустим. Статья. 240-я страница. Вот смотри. Я сейчас нажимаю. Все. В начале марта в краевом суде первой инстанции должен начаться беспримерный по сумме ископроцесс. Тут, наверное, совсем не плохо. Я вытащу сейчас и сделаю более доступным. Вот так я делаю. Выделяю. Потом Ctrl-S. Закрываю. Ну, здесь у меня второй текст. И открываю в Word. И туда, в Word, в эту страничку вставляю этот материал. А потом я его опять снова активирую. И довожу до 20-го номера. На мало того, могу сделать еще и жирным. Все. Вот теперь можно будет даже это считать. Победитель получает все. И там калаш. Фотография такая. Я стою, оперся на огромный сейф. И стою вот так вот в газете. Кавычки открыты. То есть это взято дословно. Ни одной буквы не добавляю. В начале марта в краевом суде первой инстанции должен начаться беспримерный по сумме ископроцесс. 7,5 миллиардов рублей в случае удачи получит от администрации Железнодорожного района Барнаула Игнатий Лапкин. Христианский проповедник. Известный на Алтае своей непримиримой жизненной позиции. И неукротимой религиозно-просветительской деятельностью. Эти слова, не считая только религиозное слово, к Вачкову относятся. У него неукротима в таком возрасте. Непримиримая жизненная позиция. Людям добра желает. Ну, это налево и направо. Миллиарды та сумма, в которую нынче оценивается изъятая у Лапкина при аресте 9 января 1986 года фанатека. На магнитные пленки были начитаны Библии, 12 томов Жития и Святых, 12 томов Створений Иоанна Златоуста, антологии на религиозной поэзии за 300 лет. Для оформления подобрана музыка. В записи участвовались артисты. Объем труда 2000 часов, но он не знал, 2000 с половиной. Так как подшить к антисоветской агитации богословские труды было нелегко, то подобрали 157 статью в административном кодексе запрещения тиражирования и конфисковали пленки. Именно поэтому отдуваться за грехи коммунистической власти приходится сейчас администрации, освобожденный в 1987 году Лапкин стал требовать от властей возмещения ущерба. Он оценил фанатеку по государственно установленным на краевом радиорасценкам, запись перед запись составления программы и с тех пор только делает поправку на инфляцию. В 1989 году он был согласен отказаться от денег, снять исковые требования, если взамен коммунисты выдадут ему бумагу с печатями Крайскома КПСС и с текстом. Если кто никогда еще не знает, то я еще выделю этот текст жирно и покрупнее маленько, чтобы понятно было, чтобы они вот так написали. «Мы признаем, что КПСС – человеконенавистническая партия, обманом пришедшая к власти, уничтожавшая свой народ». Квачков я не знаю, говорил, требовал, что у него взяли там арбалет этот. Вот я написал им бумагу такую, но теперь-то уже в 1989 году они затянули. Это я требования такие выдвигал, компромисс, когда у власти были коммунисты. В 1991 году уйдут-то. И дальше пишут, коммунисты почему-то отказались. В 1994 году, когда сумма иска составляла немногим более миллиарда, «Железнодорожная администрация предлагала 32 миллиона и расходимся полюбовно». Но Лапкин любит Джека Лондона, у которого герой одного из рассказов, мексиканец, говорит «Победитель получает все». То есть мне не надо проценты. «Победитель получает все». Это молодой парнишка на арену вышел, говорили, побежденному, ну, боксер, он там 25 процентов, а победителей 75. Он говорит «Все! Побежденному ни копейки». Он для революции это делал. То, что Лапкин победитель, признали уже даже и власти, возместившие ущерб по уголовным статьям. Теперь вопрос в том, получит ли он все 7,5 миллиардов. Куда направить деньги, Лапкин знает. На возрождение родного села Потеряевка, что недалеко от Ребрихи. На трактор, комбайны, стройматериалы. И кто это пишет? Сергей Кочевников. А это, его фамилия-то не Кочевников, Тепляков. Ну, это эпиграф, сказать, псевдоним. Свободный курс, номер 9, 27 февраля, 6 марта, 97 года. 97-го. А там 32 миллиона, это были в 94-м. За это время стоимость уже 11 миллиардов. Инфляция была 10 тысяч 97, кажется. Вот я точно знаю, это процент какой, когда инфляция началась. Ну вот я скажу, что Господь по-другому все распорядился. И вот теперь я снова показываю. И меня они отдать ничем не могли. И вот два домика. Тогда разрешилось это уже через мировое соглашение. Там приставы. Мэр города приехал, сфотографировались. Краевая прокуратура руку жмет. Все. И еще есть один здесь у меня материал. Тоже в этой же я показывал сейчас, где в книге для слова Божия нет. Лапкин предпочел храм недвижимости. То есть рассчитаться за выигранный процесс. А это одна двухсотая часть была. Вот это. Мне дали 13 соток в центре города и два дома. Ну, какие деревянные старые дома. Но для меня хорошо. В одном мы молимся. Общая площадь 226 квадратных метров. И как лечат на зоне. Ну, сколько людей, сколько коек он пишет здесь. Ну, скучность большая. А что ты думал? Не на курорт к мамке приехал. А если против? Там ответ один. Подло! Тебя кто звал сюда? Я за тебя срок отбывать буду. Поэтому его должны держать где-то отдельно. И судя по фотографии, поступила фотография, видимо, из камеры. Он все-таки в больничество не попал. По всей вероятности все-таки берегут его. И дальше. В общем, это тебе и морозилка, и настоящая машина по распространению болезней. Правильно. В терапевтическом, хирургическом где-то. Ни в ванной нету. Что есть? Вкушал тюремную еду уже в девяти точках. Общепита, он говорит. Ну, и где лучше всего кормили? У меня об этом тоже написано. Как обходились. Тюрем много. Но лучше в Барнаульской нету тюрьмы. Кто бы ни проезжал. Хорошая тюрьма, когда по кирпичику ее разберут. А почему лучше? Лучше кормят, обиход, сразу в больничку. Не больница, а больничка называется. Здесь, при мне, когда я сидел, в это время проходил по этапу Михаил этот... И он, как, зачем назвал Михаиловым-то? Светов. Светов, муж Зои Александровны Крахмальниковой. Крахмальниковой. Вот. Его сразу в больницу поместили. 190 прим. Статья была. Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот. Ну и что это? Не Освенцын, не Матхаузен. Это наши дни. И такую жизнь устроили герои двух войн. А может, за это он отвечает за эти войны. Сколько убитых на его совести. Кому он нужен был, Афганистан? Врагами навсегда сделали. Маразматики в Кремле гуляли. Устинов и Брежнев-то. И решили послать. До этого поставили Амина. Постали специальные там, как сказать, отряды. КГБ охраняли его. И своих не предупредили. Своих же всех поколотили. Его отравили, убили. С сыном вместе. То есть здесь есть такой журнал, выходит. И там написано, дерево среди Кабула. Ну, то есть это все уже доказано. Как переворот делали. Квачкову ждать не приходится помощи. Правильно, но ты знал, куда идешь. Не приходится. Как лечили его до этого. Что он хотел достать. Как не дали. Ежедневный обход. Какого числа. Он жене все передал. Я просто прокручиваю вот это. Чтобы увидели. Теперь что. У Владимира Васильевича рессидивирующая язва. Двенадцатиперстной кишки. Простая киста правой почки. Атеросклероз артерии головного мозга. Хроническая левосторонняя нейросенсорная тугоухость. У меня тоже тугоухость. Остерохондроз. У меня он давным-давно. Деформирующий спондилез шейного и пояснично-крестового отдела. У меня он всегда был. И нарушение пункции позвоночника. У меня три грыжи. По одной операции сделали. Половина его болящих. Они у меня и были. Но старайся никогда не сказать. Тебе уже не выйти на химию никогда. Больные кто будет брать? Деформирующий артерос правого коленного сустава. За прошедшие 15 лет состояние здоровья осужденного Квачкова относительно ухудшилось. Но это чем это подтверждается? Что? Я об этом говорю, как сам знаю так. Переохлаждением не отапливая камеры. В ШИЗО. В октябре 2014 года. У меня тоже в ШИЗО. И не отапливая. Меня держали 13 дней. Неудаленное ему нового образования на затылочной области головы и шеи. Появившееся в местах осколочного ранения в 1984 году. Хотя его готовили к операции. Хотя эти злосчастные образования увеличиваются и болят. Так и не были установлены причины боли в суставах рук. И у меня не установлены. И в правом плечевом суставе. Именно у меня в правом. Которые ранее диагностировались как артроз. Не было завершено обследование язвенной болезни 12-перстной кишки. То есть я считаю, как будто про меня это пишут. Не должность. Я всего сержант только. Чтобы не подумали, что я напрашиваюсь. В конце 2014 года Владимиру Хвачкову пришли два письма. От правозащитника из Швейцарии. Одно ему отдали, а второе нет. И у меня также. За вас, говорит, ходатайстый, то он. Не какой-то отдельный правозащитник. То есть более высокие инстанции. Оператор забрал его для цензурной проверки, так и не отдав. А мне они дали просчитать. Вызвали в отдел или кабинет. Начальник Кудеяров или Кудеяров. Не знаю, как капитан. Казах. Ну, очень хороший. Меня оставят. Я один там встану на колени. Молюсь. Плачу. Он спросит. А что вам еще нужно? Я говорю, мне нужно одному побыть. Ну, я вас запру. Сидите здесь. Письма даст посчитать. А потом в сейф положит. Освобождаться будете? Я вам все отдам. Казах. По всей вероятности мусульманин. Я его в пример ставлю всем. Такой спокойный. Такой, ну, просто. Ему только быть христианином настоящий. И даже не дал никакого акта объездять ей письма. Еще бы давали. У полковника отбирает его же книги. Кто правит Россией. Страна русских. Но они считают, что они книги экстремистские. Хотя они были признаны такими. Так, но согласно счастью 2 статьи 91 УИК. Переписка осужденного судом в цензуре не подлежит. Однако это требование закона было грубо нарушено. Да так, нарушают. Нарушают, но надо как-то передавать с кем-то. Они обязаны проверять, что ты там пишешь. А может с тобой вместе сообщают другое. Считают, что они должны проверять. У меня письма все проверяли. А за меня ходатайствовали и сенот. После этого у меня сразу они прислали ко мне вызов в Америку, в Канаду, где только не пришлось быть. Даже в Швейцарию, Лозанна, избрали делегатом, депутатом. Вот если считаете дальше, сколько людей, много, на один квадратный метр. Просчитайте. Узнаешь обо всем и думаешь. Лучше живым в лап по этой системе не даваться. О, здорово! Чего ж ты поздновато так хватился-то? Лучше не даваться этой системе. Ты эту систему еще будешь благословлять. Вот та-то система. Сейчас бы сказали Владимир Васильевич, живи мирно, там, мятеж не поднимай. Ну, иди дома и там пусть за тобой Наденька ухаживает. Но чтобы дальше ни артбалета не было, никого не принимай и власть не мути людей-то. Там с Навальным, кто там еще есть. Не выходи. Согласился бы или нет, я не знаю. Но я думаю, что ему это необходимо. Я прошу всех, кто только может, помочь в этом процессе. Как? Я, например, с первого дня, как был процесс, я каждый день за него молился. И второй товарищ его судили. Перед Богом. А почему? Я смотрел на него, какое у него испятое лицо, маленький ростом, сморщенный, бритый. Ну, кого брать-то там? Ну, кто его знает? Посчитали, значит? Нельзя оставлять в беде ни Владимира Васильевича, ни других узников. Нельзя позволять этому сволочному государству и охреневшим тюремщикам уничтожать героя. Ну, какие бы они ни были, а они властвуют над ним теперь. Так. Но ответа или консультации, хотя бы советов, так и не получила жена. Везде рассылала, рассылала. А у меня не так. Надежды Васильевны в Москве приняли. Пошли ходатай там сутками просиживал. Теперь он доктор богословия Балашов Владимир. Балашов. Вот, посмотрите там где-нибудь еще. Я сейчас не знаю, как он. Доктор богословия. Он как раз был в комиссии по признанию акта о каноническом общении зарубежной церковью. Он очень много мне помог. Очень много. Да воздаст ему Господь. А он был еще без священного сана. Доброму человеку Бог и дает такое. Кто может помочь? Пишите на ящик Надежды Квачковой. Надежда, если к вам попадет ролик, знайте, что я молюсь за него. Да благословите у Господь, чтобы живой вышел и жил спокойно и тихо, безмятежно. Ну и дальше пишет. Он разговаривает с Щубайс, Гозманом. Ну ясно, что евреи-то. И высказали друг другу все, что думали. Ну как сказали, что неизвестно. Ну и что? Гозман в конце мстительно сказал. Ну и что? Вы все равно живете по нашим законам. И ничего сделать не можете. И он правильно сказал. Так и написано, что все народы понесут дань этому народу. Они все везде захватили. Это предсказано было. И с этим надо согласиться. И не воевать. Ничего не сделать. Почему? От Бога это. И Гозман здесь абсолютно прав. Он сказал верно. Из уст Гозмана это звучит особенно ярко и наглядно. Товарищи и други, давайте покажем, что мы можем не жить по их законам и не бросать друг друга в беде. Как покажем? Что пойдем морду набьем, поймаем где-то бронированный автомобиль и его опрокинем? Или как? Давайте покажем, что на свете есть не только мордовские тюремщики Уфсин, но и те русские, что они сломились. Кто? И дальше самое интересное. Напишет, Гой Иси, добрые молодцы. Гой это воскресание, эй вы. Но получается Гой, Гой. Гой вышел. Гой Иси означает я Гой. Вы даже не понимаете, что написаю Гой Иси. И автор Станислав Трошичев. Я посмотрел в Псалтыре, только в одной книге Псалтырь. Слово мятеж встречается семь раз. Я сейчас кое-что прочитаю. И ни разу положительно, ни разу. Библии во всей 43 раза встречаются. 39 в Ветхом Завете и еще 43, это сказать, 4 в неканонических книгах. Володя, ты мне не прочитаешь эти столько библейское просчитать? А то я надсажаюсь, мне охота, чтобы слышно было. Больше мне не потребуется ничего. Тиганя арестует поди за это, что Библию считаешь. Псалом 77, 8. И не быть подобными отцами их, родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Псалом 85, 14 стих. Боже, гордые восстали на меня, и скопища мятежников ищет души моей. Не представляют они тебя перед собою. То есть они неверующие, неверующие мятежники не могут быть ни православными, ни какими. Притча 24, 21 стих. Бойся, сын мой Господа и царя. С мятежниками не сообщайся. Не сообщайся. А у них были кто-то там, старики какие-то собрались в каком-то городе, решили что-то поднять, войска там. Ну такой бред. С мятежниками не сообщайся. Бойся Господа и царя. А кто царя? Президент. Он должен царя. Бойся его, а не воюй против него. Притча 29, 8. Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мятеж. Ну вот мудрым это дано право утешать. Как вот в данном случае, я сейчас считаю, мы утешаем мятеж, чтобы никто не митинговал. На площади болотное не выходить. Это не надо, это мятеж. Это ничего не дает. Кроме страдания и смуты, надо просто работать. И дальше. Исайя 30 глава 9 стих. Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать законов Господня. Вот так. Не хотят слушать законов мятеж и законов Божьей Библии несовместимые. Дальше. Иеремия 3 глава 22 стих. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Вот мы идем к тебе, ибо ты Господь Бог наш. А то кто-то говорит вроде так и дальше. А у народа сего сердца буйное и мятежное. Они отступили и пошли. И не сказали в сердце свое, убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранней и поздней в свое время. Хранит для нас седьмица назначенной для жатвы. Беззаконие ваши отвратили это, и грехи ваши удалили от вас это доброе. Вот эти мятежи удалили все. И так что по мирским меркам это герой, а по Библии он не герой совсем. Не знайся с ними. Надо, чтобы он вышел на свободу и сидел тихо, ходил в храм Божий православный. Ибо между народом моим находятся нечестивые. Сторожат, как цицеловый, преподают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Так он сам в гору вот этим и занимался. И теперь за ним ему все огорнулось. Как клетка, наполненная птицами, да мы их полны обмана. Через это они и возвысились, и разбогатели. Через это стали полковниками, и другое. Сделались тучные, жирные. Переступили даже всякую меру возле, не разбирая судебных дел. Дел сирот. Благоденствуют. И справедливому делу нищих не дают суда. Ну а сам-то, когда он был там-то, в этой должности достичь, он должен бы все самое доброе в себе топтать. Неужели я не накажу за это, говорит Господь? И не отомстит ли душа моя такому народу, как этот? Вот отомстил Господь. Всех арестовали, посадили, накатили такой срок, страшно сказать. Изумительно и ужасно совершается всей земле. Пророки пророчествуют ложь. И священники господствуют предпосредствием их. Вот эти разные пишут статьи, которые там где-то, кто-то, миссионерские отделы, они все лжецы. И народ мой любит это. Что же вы будете делать после всего этого? Ничего не делать, друг друга пожирать будете. Иезекииль 2.5. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. Вот так говори правду, и ты уже будешь пророком. Пророческое слово. Не надо мятежей никаких, жить надо спокойно и мирно. Иезекииль 2 глава 6 стих. А ты, сын человеческий, не бойся их, и не бойся речи их. Если они волчьями и терными будут для тебя, и ты будешь жить у скорпионов, не бойся речи их, и не страшись лица их, ибо они мятежный дом. Иезекииль 2.5. Будут ли они слушать или не будут, ибо они мятежный дом. Но пусть знают, что был пророк среди них. Это 2.5. 5. А то у меня она повторение дала. Ну и хорошо. Дальше. 1 Тимофея 2.2. За царей и за всех начальствующих. Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную. Во всяком благочестии и чистоте. Вот как надо жить. Ничего этого не было. И нету. Я не вижу у него, что было в Песченое Писание. Владимира Васильевича. Дай Бог ему здоровья. Выйти поскорее на свободу. И мятежами не заниматься. Во-первых, ничего ты не изменил, кроме того, что жена тут теперь страдает, и друзья за тебя хлопочут. Ну а самая большая помощь, конечно, это молитва. Чтобы сердца начальствующих умягчились. Учли, что старый человек... Какой он там мятежник-то? Ничего он не сделал, не убил. Сегодня бы надо написать, кому есть возможность, чтобы президентским указом освободили под расписку, что он будет сидеть тихо и мирно, доживать свои дни с внучатами. Примода Соломона, 14 глава, 25 стих. Всеми же безразличия обладает кровь и убийство, хищение и коварство, растление, вероломство, мятеж, клетва преступления, расхищение имуществ. Он со всеми обладает, а что мятежники-то, по большей части, все люди. Вот я сейчас это закрою и открою фотографии. Посмотреть. Вот смотрите внимательно. Вот, я не знаю, это я в интернете брал. Ну тут что, это рисунок или карикатура, или он самый так и есть. Так Википедия. Вот покажи. Вот посмотри, морщины, все остальное. Ну, просто жалко человека-то. Ему зачем это все нужно? Посмотри, как. Вот то ли выбрали такой момент сфотографировали, или что-то тут подмалевали, или он такой и есть на самом деле. Не знаю. А вот это, ну даже вообще, ну посмотри. Полковник. Какие у него здесь планки, награды. Там что-то на галстуке налеплено, брошка или что. Посмотри на лицо его. Может что-то говорит в это время. Там не карикатура, я даже не думаю, что это карикатура была. Вот. А теперь посмотрите вот. Какой хорошенький сидит. И над ним коечка. Смотрите. По-солдатски заправленная. И вот он пишет, слава России. Ну, слава Украине. Какая слава? Кому? Пьяницам? Прощалыгам? Россия-то состоит из прокуроров, кто тебя посадил. И здесь, что у него вверху за веру написано-то? Да. Получается, за реву. Я подумал даже, сначала прочитал за реву. Со слепу-то. Заревешь. А теперь что, у него там, кажется, иконки наклеены? Нет? Ну да. Это родильник? Да, да, да. Иконка, иконка. Иконка. Ну, надо по этой же. Зачем бреешься? Видно, что он не холодно, сидит без рукавки. Часы. Нам часы никому не разрешали. Сидит один, никого не видно. Видите, какое все чистенькое, простыня. И он сидит спокойно. Вот у меня был распорядок четкий. Подъем всегда в шесть. Я вставал всегда в четыре часа. Два часа на утреннюю молитву. И днем раз пять на молитву. По часу, по полтора. Псалтырь просчитывалась у меня за два дня. Новый Завет за каждую неделю. Ну и тысячи поклонов. Я вообще не замечал этого срока. Сколько вытащил, вывез оттуда стихотворений, как их и написал. Как дело, когда дали, то дело это не отбирают. Ну, я сделал там киселем, чем подают, по краешкам провел. Мелко-мелко все стихи свои расписал и листики склеил. И вынес. Все, теперь все это опубликовано. Мне вот это понравилось. Что там за веру царя Отечества? Ну, Отечество. Ну, какое Отечество? Ты за небесное. За царя небесного. Ну, и ты же какого царя-то, когда его нету? Если царя с большой буквы, ты за Христа. Живи для Христа. Молись. Считай слово Божие. Благодаря Богу, что Бог остановил этот кабаний бег, как Солженицын говорит. Кого-то надо поднимать. Ну, суд-то доказал. Были свидетели. Суд-то даже не закрытый был. Он нигде не говорит, что ни за что посадили-то. Даже такого нету. Но он, его адвокат, поставил так, что согласно Конституции человек может устраивать революции. Я такого не слыхал. А раз она начинала защищать с этой темы, значит она и не отрицала, что Владимир Васильевич, хотел революцию. Хотел. Но ничего не получилось. Я говорю, что воевать с нынешним президентом, который полковник КГБ, не на равных. Вы понимаете, я не называл, ну просто о ком хотел сказать, Новодворская, вы знаете, как она внезапно умерла. А она воевала. Фашистский режим-то мы кого-то, как и не называла Горбачева. Все кончилось. Ее нету. Я не знаю ни одного, кто открыто выступал бы, прямо поносил бы, остался живой. Немцов, возьмите, Борис. Где он? А он так. Я докажу, я то другое. Ничего ты не докажешь. Да вы что, подозреваете? Да я ничего не подозреваю. Просто я не... Я гляжу, кто выступает, они с арены сходят один за другим. И сходят окончательно. И никто не может определить, от чего умерли. Кто стрелял? Кто убил? Вам-то зачем это надо? Со своими остеохондрозами-то, там, с шишками, которые наросли-то, сидел бы ты дома, да, ходил в церковь, молился. Старенький дядя Володя ходит в церковь. Но были и военные, которые верили, как Суворов-то. Вот мой совет Владимиру Васильевичу покаяться, принести извинения перед президентом, покаяться по-настоящему перед патриархом за такие гнусные слова, которые на него возводили, как на первого святителя Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. Потому что у вас никаких доказательств нету, столь сильное ложное обвинение давать. Мне это очень не понравилось. Повторяю, мне очень не понравилось. Патриарх, хотя я патриарху много слов говорил, разбирая его ответы, которые он давал другим. Ну вот, что сегодня я хотел сказать о мятеже, и через это ко всем обратиться. Апостол Павел говорит, проводить жизнь тихую и безмятежную. Не безмятежную, то есть безразличную, а именно без мятежей. Не поднимать ничего. Надо быть довольным. У нас в семье 10 детей было у отца. У нас 5 братьев, 5 сестер. А отец под локоть левой руки не было. Под локоть, говорю, под плечо. И мы никогда не слышали, чтобы хоть одно слово было против власти сказано. Вообще не слышали никаких жалоб. А ничего не было. Собирали мороженую картошку, там трава какая-то, рыжик, там лебеда. И все выжили. Фактически ни одного больного нет. Что удивительно. Ну мне-то 78-й год уже. На 9 лет я старше вас. Я знаю, что такое. Мне отдельных условий не давали. Я в общих камерах был, каждый день там проповедовал. По 2 часа охранники приходили. Ну он один сидит. Ему открыто призывать. Там не может. Охранники все там следят за этим. Они сразу доложат. А у меня были, что написано, я на память знал. Молитву охранникам всем раздавал. Меня вызывали. Стращали. Но ничего не было. Поэтап ушел. Психиатрию обследовали. И вот для слова Божия нет ус. Я еще раз остановлюсь, покажу где. Вот знаете, зарядите просто в этом, в ютубе, в гугле. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Здесь мои все книги. Новый завет с толкованием. Вот для слова Божия нет ус. Подробно, как я был в камере, как переживал, как плакал, молился, как на этапе было и везде Бог смирял людей, которые соприкасались со мною. У меня все были хорошие. Вот ни одного не было. Ни в тюрьме, нигде, который бы преследовал. Меня начальник вызвал и говорит в тюрьме. Бражников. И говорит, Лапкин, а почему за вас никто не ходатайствует? Я говорю, а как? У нас тут баптисты сидели тут даже. Так за них тут и... Ну, их тот, кого арестовали. Я говорю, зачем я на это шел? Вы бы меня запустили. Вот я сейчас на волю вышел. И я говорю, я хочу с вами беседовать. Вы со мной стали беседовать? Конечно, нет. А сейчас, я говорю, беседуйте. Я вам о Боге говорю. Начальник тюрьмы умер по-христиански. Я с ним много раз беседовал. Следователь, который меня допрашивал, Пищугов Питалий Николаевич, он принял крещение с троекратным полным погружением. То есть я нужен был там. А сколько людей в вузах покаялось. На этапах, где я был, Бог давал всем покаяние. Какие сестры были. Это все описано в психиатрии, как я был. И пальцем никто не задел. Так что я вам советую обратиться, покаяться, именно покаяться. Покаянное письмо написать президенту, прокуратуру. И сказать так. Я отхожу от всякой политической деятельности. И прошу у всех прощения, как человек, приговоренный к смерти. Когда вы выйдете, вам уже вообще ничего не нужно быть. Зачем вам там сидеть? Вы же не враг Отечества, я и так знаю. Даже так понятно, что... А что не так, так и не грех и учебайся попросить прощения Анатолия. Ну и все на этом. Благодарю Бога. Спаси Христос. Слава Христос.